приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том что ни в коем случае нельзя говорить в своем доме делать своей доме оскорблять его а дело в том что своими действиями вы его можете оскорблять а значит вы таким образом забираете у своего дома достаток изобилия благополучия ваш дом от приходить болезни и другие несчастья которые вам точно не нужны и все дело в том что вы говорите что вы транслируете в своем доме поэтому обязательно просмотрите это видео до конца и примите пожалуйста меры каждый дом обладает своей энергетикой она очень важно для тех кто в таком доме живет ведь если она положительная то и семья в таком доме будет дружная счастливая семья с любыми проблемами справляется вместе из-за чего это с легкостью у них получается таком нами приятно находиться в него хочется возвращаться что каждый член 7 старается и сделать но если энергетика жилья негативная то это очень быстро сказывается и на семье между членами семьи нет взаимопонимания уважения неприятные события и энергии наполняет такой дом с каждым днем все в большем и в большем количестве из него хочется поскорее выйти как тем кто в нем живет так и тем кто приходит в гости наши предки передали нам учения которые указывают на то что за энергетикой жилья нужно тщательно следить проводить вовремя различного рода энергетические чистки размещать по нему различного рода вспомогательные обереги которые в нужный момент помогут не только сохранить особенную энергетику жилья в целостности но и привлечь нужные энергии которые укрепят ее в том месте где это будет нужно на определенном этапе важно также следить конечно же и за чистотой данного жилья ведь там где не удали не уделяется внимание стеклянным и зеркальным поверхностям где на столе есть повреждения потолок не побелен отпадают обои разваливается мебель лежат клочья пыли на полу при присутствует неприятный запах никогда не будет присутствовать положительная энергетика так как пыль и грязь запах все это способно только притягивать к сожалению негатив и мешать светлым энергиям поступать в данный дом конечно же это непростой труд который ложится на плечи хозяйки и хранительницы домашнего очага но результат вы знаете того стоит также в дружной семье каждый членов семьи будет проявлять уважение иметь свои обязанности и стараться всячески сделать свой вклад в то чтобы дом был комфортным и уютным существует очень много правил которые связаны с жильем их нужно постоянно изучать постепенно вводить свой повседневный график так как от этого зависит то как вы научитесь приумножать сильные энергии и притягивать их ежедневно тяжело не согласиться с тем что когда в доме живет счастье это прекрасно когда присутствует изобилие и благополучие когда нет финансовых проблем так как денежная энергия уважает хозяев данного дома ведь они делают все чтобы оказать уважение ей и показать что они достойны ее присутствия когда любовь и страсть только приумножаются нет ничего прекраснее ведь не приходится думать как избавиться от чего-то плохого и заменить это чем-то хорошим а нужно всего лишь не лениться и поддерживать уже то что будет создано важное место в каждом доме занимает домовой он непосредственно влияет на энергетику жилья помогает убирать из него то что может ее разрушить защищает от негативного влияния со стороны которая завистливые люди могут попытаться отправить ваш дом виде порчи или же сглаза возвращает все зло которое вы не видите а не доброжелатель приносит с нечистым сердцем ваш дом он имеет сильную энергетику и способен очень быстро ощущать смену в энергетических потоках которые стараются попадать в ваш дом что позволяет ему быстро все регулировать и корректировать ведь если бы у вас не было такого помощника вы бы ощущали все это гораздо позже когда бы негатив уже заполнил ваш дом и соответственно избавиться от этого вам было бы уже намного сложнее домовой способен указывать вам на создание доброжелателей главное уметь прислушиваться к нему так например если ваш гость выльет на себя чашку чая рассыпят соль удариться ногой таки знаете что данный человек пришел ваш дом с плохими помыслами и ваш домовой вам всячески старается на это указать если же у вашего гостя из рук упадет чашка разобьется или же отломается ушко на чашке это будет знак того что домовой указывает вам на то что перед вами завистливый человек и что он всячески предпринимает какие-то усилия отобрать у вас то что ему очень нравится и то что он желает видеть в своей жизни поэтому очень важно чтобы быстро реагировали после данного человека проведите энергетическую чистку и больше старайтесь его не приглашать в свой дом чтобы он не смог запустить свои негативные энергетические помыслы в действия вашего домового обязательно должно быть имя которое ему должны дать вы это имя никто кроме вас не должен знать таким образом вы окажете ему уважение и установите между вами очень сильную энергетическую связь благодаря чему он сможет вас даже во время сна предупреждайте каких-то неприятностях которые должны прийти вашу жизнь вещами с нами и вы сможете вовремя реагировать на них и таким образом обходить эти неприятные моменты или же сложные жизненные этапы стороной важно благодарить его за помощь оставлять различные лакомства это могут быть и конфеты орехи молочко маленьком блюдечке которая стоит купить для него персонально так вы его порадуете и благодарность себя не заставит долго ждать вы будете ощущать прилив тепла бодрости комфорта такой еще больше будут стараться для вас вы удивитесь но порой когда домовой чувствует что не справляется но он несет ответственность за вас и знает что вы верите в него и доверяйте ему свой дом он может приглашать в дом к себе а в помощь других добрых домашних духов хранителей если будете видит если он будет видеть что в семье что-то не ладится или же кто-то пытается разрушить данную семью внести негативные коррективы он позовет пената который поможет сохранить данную семью отбить весь этот разрушительный негатив и скрыть людей которые живут в данном доме от всего плохого на долгие годы если же он будет видеть что кто-то со стороны разрушает энергетику жилья он пригласит себе в помощь скрата от финансовых проблем бед болезней сплетен помыслов недоброжелательное поможет уберечь уберечься рыжник они с большим удовольствием придут на помощь вашу семью где чтят обычаи придерживаются правил и всячески стараются сохранять энергетику дома в целостности ведь они обладают мощными энергиями способными влиять практически на все и менять все то что они посчитают нужным но вашего домового а также его помощников можно очень легко разгневать если делать то что они посчитают оскорблением вашего жилья и тогда вы не то что помощи от них не дождетесь а вам станет просто некомфортно порой и даже страшно находиться в своем доме особенно это будет ощущаться ночное время суток и на растущую луну так как в этот период они особенно активны и сильны они сделают все чтобы вы пожалели о своих действиях и осознали то что допустили данные ошибки но это значительно испортит жизнь всем членам семьи поэтому ни в коем случае нельзя делать в доме определенные действия чтобы не разрушить отношения с домовым и не разрушать энергетику жилья своем доме в целом вы знаете что каждое слово которое мы произносим вслух несет в себе свои особенные вибрации есть слова с положительной энергетикой но если слова которые несут в себе энергетику разрушения это слова ругательства это матерные слова поэтому когда вы проговариваете такие слова в своем доме вы притягиваете в него нехорошие энергии которые будут с каждым таким словом только приумножаться а вибрации которые они при этом создают будут разрушать энергетику вашего жилья а затем вы будете сами эту же энергетику и впитывать разрушать свое энергетическое поле вместе с тем и то к чему будете прикасаться поэтому ни в коем случае мне говорите плохие слова особенно в своем доме энергетику жилья разрушить достаточно легко а вот восстановить уже сложно так как ваш помощник от вас отвернется и вы останетесь один на один со своими проблемами если даже у вас вылетела какое-то слово ругательство вы не смогли проконтролировать его заведите банку куда будете класть после такого монетку и при этом каждый раз будете говорить такие слова домовой называете его имя ты за то что сказала прости монетку в удар от меня пример раз в три месяца на данные монетки если они будут накапливаться покупайте хлеб и угощайте птиц проговаривай обязательно такие слова свои поступки негативные осознала слова данные не со зла сказала хороший поступок совершаю светлые энергии привлекаю когда придете домой расскажите домовому о том что вы покормили птиц извинитесь и впредь следите за тем что вы говорите таким образом можно также нейтрализовать негатив который кто-то еще на в семье по незнанию притянет но никогда не позволяйте людям которые приходят ваш дом в нем сквернословить так как они не должны приходить в него с негативом демонстрировать его а вы показывать домовому что не собираетесь с этим ничего делать что вас не волнует энергетика собственного жилья в таком доме будут присутствовать к сожалению недопонимание между членами семьи конечно же мы с вами любим когда в наш дом приходят гости и стараемся накрыть красивый стол сервировать его проявить гостеприимство и радушие но ни в коем случае нельзя чтобы это происходило часто так как вы покажете неуважение к своему собственному дому если кто-то желает часто где-то выпивать пусть идет заведение и там это делает о вашем доме люди должны вести себя культурно алкоголь в неконтролируемых количествах способен притягивать негативные энергии которые окажут дурное негротить не энергетическое воздействие на дом целом он перестанет притягивать энергии изобилия и благополучия нельзя в доме и курить так как дым который излучает сигареты сигары будут оседать на потолке на стенах шторах обивки придавать дому неряшливость а вонючие запахи способны привлекать в дом злые сущности которые попадая в него будут приносить непоправимый энергетический вред ко всему этому еще и неприятно не только будут для вас но и для людей которые будут приходить ваш дом оскорбить дом и супружеская изменят измена так как энергетика жилья зависит от желания семьи сохранить все то хорошее что между ними у них есть а если человек приведет в дом какого-то кого-то 3 и самостоятельно разбавит особую энергетику своего жилья еще энергетикой со стороны тот особой энергетики впоследствии и следа не останется спасать энергетику такого дома домовой и его помощники никогда не будут в данном случае они из него уйдут безвозвратно даже если кто-то еще на в семье не будет знать об измене он будет ощущать что что-то в доме произошло беспокойство будет терзать душу из-за этого могут начать происходить выяснение отношений а семья утратит полностью связь и в результате все равно распадется нельзя в доме ругаться оскорблять кого-то и членов семьи говорить обидные слова так как домовой это помощник для всей семьи а в данном случае он не будет знать кому нужна помощь что может его сильно расстроить и он уйдет энергетика жилья притянет разрушительный негатив и все то что происходит только будет усугубляться и в таком доме станет некомфортно находиться кто-то еще на всеми может даже уйти из такого дома поэтому научитесь все между собой выяснить отношения спокойно разговаривать ведь когда говорите спокойно без криков без проявления агрессии другой человек быстрее вас услышит прислушается и так легче решаются любые проблемы а ко всему еще и энергетика жилья остается в целостности и без повреждений это бывает очень непросто но придерживаясь такого правила вы увидите что ваша семья будет становиться только крепче и дружнее ведь обидеть легко а вот не обидеть суметь объяснить достучаться это уже труд оскорбить свое жилье и помощника в нем можно если вы будете приглашать в дом всех людей без исключения особенно если будете позволять приступать свой порог тем кто к вам плохо относится а вы об этом знаете таким людям не не место вашем доме так как они принесут него негатив а это никому уже не нужно если же вам нужно по какой-то причине чтобы такой человек пришел к вам это ваши родственники или же руководитель попросите домового о помощи проговаривая при этом такие слова домовой помоги от этого человека меня и мою семью защите помыслы его против него и разверни пусть их ощутит и дом наш покинуть поспешит так вы не только не навредите вашему дому но и будете под защитой как только данный человек пожелает вам что-то плохое или же как-то не так о вас подумает почувствовать себя плохо испугается если придется злом может даже увидеть домового или кого-то из помощников после чего больше никогда не посмеет о вас что-то сказать ну и конечно же переступить порог вашего дома не стоит забывать о том что ваша постель это ваша постели и на ней никто не должен спать ваши вещи это ваши вещи их никто не должен трогать примерять для брать без спроса когда к вам приезжают приходят гости вам нужно обговаривать эти вопросы есть гостевая комната вот она и предназначена для таких людей иначе вы не только будете злить домового и он всячески постарается сделать чтобы эти люди быстрее покинули ваш дом даже если вы этого не захотите но и таким образом вы покажете своему дому неуважение указав на то что позволяете хозяйничать в нем и управлять ним всем кто только пожелает а так быть не должно ведь таким образом данные гости внесут уже свои энергетические коррективы вашу связь с домом и вы можете ее даже утратить из-за чего все из него уйдет комфорт уйдут придет печаль проблемы бессонница и как следствие депрессия очень важно что вы обдумывали все действия которые вы совершаете в своем доме если в чем-то не уверены воздержитесь от каких-то высказываний или поступков чтобы потом не пришлось пожалеть уважайте свой дом любите его и благодаря этому ваша жизнь в ней будет прекрасной разнообразной вы будете любить то что есть у вас сейчас и как награду вселенная даст вам что-то большее что значительно вас порадует то что вы заслуживаете девочки и мальчики прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии напишите мой дом сияет изобилием достатком и благополучием истина да будет так кто спрашивал как нас можно отблагодарить поддержать нас друзья ссылка есть в описании и вы можете любую сумму нам перевести нам будет очень приятно это будет нас мотивировать на новые видео и вдохновлять на новые видео друзья прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ